так только что фазан пролетел красиво песенку пропел всем здравствуйте уважаемые ножевые любители еще раз благодарю всех зрителей за вашу поддержку за внимание спонсоров канала спасибо ребята так а сегодня мы поговорим грязь руки расселся как бы не свалиться еще на жопу на корточка же стал 727 fb firebird с к это с когда друзья 440 сталь к счастью или сожалению пишите в комментариях ну не так все однозначно тут мой первый нож крыс от которого избавился по причине веса нож конечно удобный хватит был но с лишним жирком в рукояти и клине в рукояти конечно прежде всего дальше было знакомство с крысой 2 antario red 2 удивило перебором в другую сторону блоха на мелкая что быстренько кстати исправили китайцы но сругов промежуточных размеров но неймах в разных в четыре раза дешевле да ну на то время уже вышла avis по полностью меня запутав но среди других вот именно ножей она ближе всего мне речи друзья о каком-то ощущение удобства рукояти да вот крупной рукояти тут нет ну и от ганса да вот некоторые есть модельки ганза вот такие тут чисто такой ностальгический след остался чисто эстетика клин здесь 72 миллиметра длина ну вы видите тут на широкий угол снимаю поэтому сильно видно хорошо и толщина 2 миллиметра это же прекрасно вы меня знаете в этом смысле вес ножа 81 грамм чтоб не забыл нож вы видите скелетизирован и это очень для меня хорошо ножик ощущается все равно тяжеленьким так как мал давайте поговорим теперь о его преимуществах ход вы видите сразу же так как подшипник здесь вылетает вот так актис лог здесь вот так клин не тяжелый и вы видите он опускается благодаря подшипникам который конечно же я вам показать такой техникой не смогу сейчас и освещение дальше форма формой толщина клина 2 миллиметра форма у нас прямые спуски и нож действительно хороший резачок резачок мелкий такой подленький и эффективный проваливается он просто ваше попало кроме конечно мороженой головы свинячей дальше давайте поговорим о клипсе эта форма ганза клипс я всегда хвалю ее это прекрасное просто творение которая выбрала в себя и баланс при посадке на карман ничего она там не задевать нигде и она достаточно хорошо держится на кармане она не очень жесткая ну и не ватная вообще какая-то она хорошая клипса и на тех вот на этом ножи такая на том черном не такая как на g704 подлючая клипса и она здесь переставляется на две стороны видите сюда и сюда и кстати говоря это и достаточно так как при таком размере положение клипса вот здесь или здесь было бы просто бессмысленно нож настолько мал что он вы поняли да то есть доставая в этом положении у нас очень близко уже как раз все ждет нас под нашим большим пальцем вот здесь отлично и кстати еще один плюс принципе вот это вот место зона ответственная до контакта при выбросе то есть положение пальца здесь очень комфортно себя чувствую как бы пальчик не надо никаких дополнительных движений искать что-то да как бывает у нас при закрытии конечно же сейчас перейдем к минусам и следующий плюс это темляк с двух сторон я последний до минус вернее плюс он незначительные но с двух сторон завести это в большинстве ножей все так поэтому вы поняли я имею ввиду что можно зацепиться с каждой стороны в случае если вы вариант страховки до рассматривайте какой-нибудь переходим к минусам ребятки сталь сталь 440 440 си казалось бы firebird да продвинутая уже контора на сегодня уровень у них и тащит он за собой d2 этот уровень на постоянно нравится не нравится пишите в комментариях хорошо ли это так как многие купившие d2 не имеющие точилки например вот они носят год-два там его и потом может просто продавать или выбрасывать не знаю ну точить сложнее да d2 хотя может я признаюсь я d2 не точил друзья на своем вот этом станке не точил 440 aus 8 и все а d2 не пробовал потому что жалко мне камушков моих муж и зря я жалею напишите в комментариях что твердость прям ненамного там ну дело не только в этом ладно дальше по стали мы проехали не не проехали хотел бы еще похвалить 440 напоследок ну кроме ее мягкости приемлемой степени я имею ввиду для заточки но она не так быстро тупится и множество ножей моих самых первых любимых был было именно 440 думаю это любовь не только вот меня касается многих она объединяет и оставляет вот впечатление очень добрые именно вот об этих первых до популярных качественных и дешевых доступных до то время ножей ганза сейчас такого дня у меня вопросов и у вас наверное и не было к этим ножам с этой сталью в крысе по моему с 8 было осталька тоже меня так удивило первую ношу хусарю порезал что-то такое вот крепенькая тверденько и вообще ничего нет заминов думаю е-мое помимо всего качества ножа это она по прочности монолитности осуществия люфтов естественно друзья если я не сказал о этом ноже тут люфтов не было если вдруг первый обзор этого выйдет никаких люфтов здесь нет если что и в этом тоже естественно но я думаю для многих это и понятно что ганза ножи вполне хорошие хотя кому-то не нравится а чем они не нравится непонятно да ребята вложились в рекламу и получили эффект ожидаемый дальше замок друзья вот второй минус как бы я тут два минуса пока определил это сталь ну такое непонятно плюс минус ну и замочек замочек друзья axis тоже он не минус как во первых вы видите здесь такое окошко да уже поменьше поуже до старых такое длинное было это хорошо вот бывает как будто замок это относится именно к типу замка не конкретному экземпляру этому прямо здесь вот исполнению просто сам тип axis а мне допустим во первых непонятно что там внутри как в каком состоянии пружины там мало ли что-то лопнет а ну замок не сильно-то ремонта пригодный в плане скорости там вот где-то мне на природе где-то в лесу вдруг другое дело что он наверное не закроется да пока здесь можно там ну ладно в общем он как будто бывает ну немножечко как бы не заедает а вот немножко цепляется там что-то вот не очень может смазать надо не очень плавно он приятных но я ничего не делал с ножом а вот ход здесь отличный поэтому это так я пытался выковырить какие-то минусы что кто рассматривает покупки на мой обзор попал советую друзьям минусов сколько я ножей знаю минусы частенько я не стесняюсь ковыряю погружаюсь в них и пытаюсь пошире это все даже акцентировать но здесь я не вижу просто мне субъективно вот этот axis не любители axis of да и все хотя вы видите от одним пальцем то есть не вот так вот даже вот одним сейчас улица я как бы слабенький и холодно руки не в полной мере управляют хорошо раз чик вообще кстати и я не тащу этим пальцем со всей силы я чуть-чуть нажал крупным парням даже они могут не ощутить вообще это дело увидите да только что проблема то есть небольшая вот как бы минус не минус 5 тут нету конечно в таком мелком клини ну ладно она и не нужна но ход здесь кстати риск порезаться увеличивает давайте чуть поближе может покажу обработка прекрасная нож блестит и очень удачный цвет я считаю скелетизация еще раз две боночки а здесь сколько у нас боночек и здесь 2 1 ну и следующий обзор этого ножа вы давайте кстати сравню как они ну вот такие вот малыши карандаши то есть это чистая десятишник отличный ну может быть хотелось немножко потоньше его вообще было классно и на лайнере все на этом заканчиваю буду собираться уже но и замерзли все пока хорошей весны всем друзья хорошего времяпровождения на природе но аккуратно пока